Привет, друзья! Сегодня у нас распаковочка по ссылке. Даже не знаю, что здесь. Если что-то интересное, то видео я выложу на канал. Это BMS. Вот такие вот BMS 1S, ток 2.5 Ампера. Заказал я их для того, чтобы отремонтировать. Вот такой вот фонарь. Принесли на ремонт. В нем вышли из строя, естественно, свинцовые аккумуляторы. Это лишь был вопрос времени, когда они выйдут. Он их пытался реанимировать, что-то сюда еще заливал. Но, естественно, там уже все померло, выгнило и остается их только выкинуть. Внутри фонарь довольно-таки несложный. Оба аккумулятора стояли параллельно. Напряжение у них 6 вольт. Здесь стоит преобразователь, который стабилизирует напряжение на светодиодах. А также еще один стабилизатор 5 вольт для USB разъема. Фонарь простейший. Отремонтировать его не составит труда. Сейчас я соберу сборку из трех параллельных элементов 18650. Поставим на них BMS и можно будет установить этот блок аккумуляторов в фонарь. Блок аккумуляторов будем собирать на вот таких вот офигенных элементах Lansht на 3300 мАч. Их я случайно открыл для себя, копаясь на Алиэкспрессе. Кстати, это видео набрало довольно-таки много просмотров с распаковкой и тестами. Нашлись, конечно, люди, которые не поверили, что я могу вот так просто заказать сотню другую элементов просто на тесты. В любом случае, даже если оказались бы они плохими, я бы снял видео, открыл бы спор и вернул бы часть денег. А сами элементы распродал бы для каких-нибудь фонариков, лазерных указок и прочей низкотоковой техники. Думаю, по сниженной цене они бы ушли бы на любой торговой площадке в лёд. Почему-то некоторым людям сложно понять, что когда ты что-то делаешь, двигаешься, в пролёте ты никогда не будешь. Сейчас я сварю их все вместе в параллель и припаяем BMS. Блок аккумуляторов готов, нет ничего сложного. Свариваем нужное количество элементов параллельно, плюс к плюсу, минус к минусу. 3, 2, там 4 штуки, сколько нужно, в зависимости от ёмкости. BMS устанавливается тоже несложно. К B+, припаиваем плюс элементов, к B-, припаиваем минус элементов. А выход у нас вот эти вот площадки. B- это минус батареи, B+, это плюс батареи. Сейчас я припаяю провода на эти площадки. И проверяем работу. Работает замечательно. И теперь осталось всё это нехитрым образом уложить внутрь самого фонарика. Сделаем небольшой демпфер. Также нужно будет демпфер уложить и туда тоже, потому что отсек там довольно-таки большой. И литий-ионный аккумулятор получается при той же энергоемкости меньших размеров. И он будет там болтаться, если его разместить просто так. Собрал фонарь и проверяем работу. У него есть три режима. Выключен. Постоянно включен фонарь. В этом режиме включается USB-выход. Камера вот начала заряжаться. А также активируется сенсорная панель. Повторное нажатие выключает фонарь. Камера заряжается, всё нормально. Вот такое вот коротенькое видео по ремонту фонарика. Пусть он даже китайский, дешевый, но прикольный. Есть у него такие вот фишки. Сейчас конечно же есть более крутые фонари. Но у него широкая лампа. Он более приятно будет светить. И тем более если человеку дорог этот фонарь по каким-либо причинам, почему бы его не отремонтировать? Я оставлю ссылки на эти BMS в описании, кому интересно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки кому понравилось. Делитесь обязательно в соц сетях. Поддержите канал. Это лучшая благодарность для меня. До новых видео и всем пока!